Доброе утро дорогие коллеги! Приветствую всех на интерстриме трейдеров Ютрейд ТВ. Меня зовут Игорь Суздальцев и мы начинаем программу торговый план за сегодня, 6 сентября 2018 года, четверг. Давайте посмотрим, что нам несет технический анализ, а затем фундаментальные факторы обязательно рассмотрим. Прежде всего, второй день падает, биткоин, друзья, и цель совершенно очевидна, 6 032 доллара, мы об этом говорили вчера, новости, которые прозвучали серьезные, мы их чуть позже обсудим, но цель по тех анализу совершенно очевидна. Неудивительно, как в этой ситуации, что эфириум также падает, лайткоин падает, эфириум классик падает, манера падает, биткоин кэш падает, рипл падает. Да, это, конечно, глобальное снижение. Американский сорт нефти, друзья, также снижается. Третью подряд торговую сессию после хороших хайов, которые мы показали позавчера. Ну, вот сегодня, конечно, мы уже пониже. Значительно, 68,48 в моменте. Индекс доллара, друзья, самая спорная тема, но она также спорной остается. Позавчера хороший рост, вчера на тех же уровнях снижения. Ну, и сегодня стоим на открытии, будем размышлять целый день. Соответственно, естественно, и еврик. Еврик смотрит вверх больше сегодня, я думаю, фунтик смотрит вверх. Мы коснемся фундаментальных факторов. Доллар японской иена снижается, доллар франк снижается, доллар канадец растет. Видимо, в нефть все-таки не верят совсем. Австралийец снижается, новозеландец снижается, золото растет, серебро легкий совершенно рост. Коллеги, разнонаправленные движения, поэтому единого тренда нет. Сейчас попытаемся определить, что нам говорит фундаментальный анализ. Коллеги, ну, прежде всего, естественно, резкое снижение курса биткоина относительно доллара. Связано с тем, вчера об этом писали в чате, я сегодня утром посмотрел все новости. Да, основная новость, это то, что Goldman Sachs решил не создавать департамент по торговле криптовалютами. Все ждали, наоборот, сейчас толчок, сейчас выйдет Goldman огромными капиталами, как начнет покупать. Вот, и все ждали этого роста, и на этой теме биткоин и другие криптовалюты росли. Но вот эта новость, конечно, всех охладила, и сразу все провалились. И вижу сразу комментарии на Bloomberg, что ниже 5000 точно биткоин теперь будет и так далее. Да, эта новость серьезная, это большая, потому что она повлияет не только на рынок, что деньги новые не пришли, но и новым участникам они тоже задумываются, вкладывать деньги или нет, новые, я имею в виду, инвестфонды и компании. Да, у биткоина сейчас тяжелые дни. Друзья, фунт вчера рос на теме, что Германия и Великобритания договорились вроде бы о плавном выходе Великобритании, без резкого разругания, связанного с этим экономическими трудностями. Но на этой волне фунт вчера, конечно, и подрастал. Я, честно говоря, узнал это, подробный комментарий увидел только сегодня. Вчера как-то так тема прямо не звучала. Далее, друзья, Турция сообщила России о рисках из-за удара под Лиду. Турция недовольна, там сейчас сложных может быть. Снова напали на Трампа, друзья, журналисты. Вы помните книгу, вчера мы обсуждали, что там его работники Белого дома неприличными словами называют. А вот сейчас в Нью-Йорк Таймс вышла статья, где анонимный работник Белого дома пишет о том, что очень все не любят Дональда Трампа и даже обсуждают, как бы помочь оппозиции удалить его из офиса. Ну, в плане импичмента или каким-то другим образом. Ну, это вообще-то удивительно. Люди работают на Трампа, получают зарплату и обсуждают, как бы, так сказать, сделать так, чтобы действующий президент ушел. Это даже для Америки удивительно. Поэтому, естественно, Белый дом остановил работу всю ночь, весь день. Сегодня, я уверен, будут искать. Ну, вчера вечером они уже искали, естественно, и сегодня будут искать этого человека, пытаться его вычислить. Ну, посмотрим, кто это будет. Я уверен, что найдут. Далее, друзья. США одобрили законопроект о санкциях за киберпреступления. Серьезное дело. В Евросоюзе интересная новость. Рассмотрели возможность лекализации ICO. Интересно. Минэкономразвития России, друзья, российская новость, главное, увеличила прогноз потоку капитала на 23 миллиарда долларов. Теперь ожидают, что в 2018 году из России будет выведено 41 миллиард долларов, а не 18, как ожидалось ранее. Вот у нас нет новостей, чтобы к нам что-то пришло. Все новости только на выход. И удивительно, что Минэкономразвитие это признало и об этом сообщило. Они все-таки стараются быть такими положительно направленными, позитивными. Ну, значит, ситуация сложная. Ну, второй фактор показывает, что действительно ситуация сложная. Певица Юлия Самойлова заявила о готовности эмигрировать из России. Она уезжает в Европу. Ну, честно говоря, как бы, я даже не знаю, что здесь комментировать. Девушка-инвалид выступала на Евровидении от России. Решила уехать в Европу. Тоже какой-то такой знак тревожный, скажем так. В Европе-то она кому-то, чисто по-человечески. Даже если уже инвалиды бегут, то как-то это тревожно все выглядит. Друзья, вчерашние новости вечерние. Решение по процентной ставке Канаде оставили полтора. И запасы сырой нефти вчера, 23.30, показали минус 1,2 миллиона барреля. Сегодняшние новости четверга. Давайте смотреть. Предварительные тонки, изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP. Было 219, ждут 188. Это не сильно положительный знак будет для доллара, если завтра это все подтвердится уже окончательными нонками. Запасы сырой нефти сегодня 18.00, поскольку в понедельник был выходной. Ну, в общем-то и все, ничего более серьезного я не вижу. Подводим итоги, коллеги. Биткоин и крипто, на мой взгляд, основной путь пройден. Будет потихонечку не спадать, потому что хороших новостей тоже пока нет. Американский сорт нефти, да, вполне себе вниз. И то, что вчера на отрицательных запасах нефть наверх все-таки по итогу дня не вытянули в плюс, говорит о том, что не сильно хорошо. Монета, кстати, вчера была второй день права. Сел состоялся, друзья. Два-один в пользу монеты на этой неделе. Индекс доллара, коллеги, абсолютная неопределенность. Для меня не понимаю, что будет происходить. Я его жду наверх, как бы не скрываю этого. Но сегодня будем внимательно все это обсуждать. Соответственно, и остальные инструменты, которые котируются в долларах, для меня не очень очевидны. Будем вместе думать. Это несколько необычно. В четверг трендовый день, но сегодня трендов я не увидел. Спасибо всем, коллеги. Удачи на рынке.